В Киеве объявлен очередной призыв в армию. Только в столице планируют поставить под ружье около полутора тысяч человек. А среди тех, кто попал служить раньше, зреет бунт. Без касок, бронежилетов и боевой подготовки солдат отправляют на юго-восток. Единственные их защитники это жены и матери, которые устраивают пикеты по всей стране. О настроениях внутри и вокруг украинской армии. Дмитрий Кайстро. Резервисты под Полтавой доведены до отчаяния. Они служат в невыносимых бытовых условиях. По 9 суток в карауле, на сон не больше 4 часов. У них нет возможности помыться, у них вообще ничего нет. Даже нового обмундирования, которое многим пришлось покупать на собственные деньги. Деморализованных и преданных солдат заставляют ехать в Мелитополь, убивать своих сограждан. Батальон не укомплектован, как положено. Нету ни бронежилетов, ничего. Нет вообще ничего. Казки выдали 54-го года. Приехавший вразумлять отказников, полковник переходит на угрозы. Когда понимает, что угрозы не действуют, начинает давить на долг и воинскую честь. Находится на висковой службе. Есть распорядок дня. Все происходящее фиксируют местные журналисты. Раздраженный полковник из Киева пытается выгнать прессу. Раздраженный неуступчивостью резервистов. Важный армейский начальник уезжает ни с чем, но обещает командному составу резервистов большие неприятности. Делали так, что они их два дня потренировали, отправили на Луганск воевать. Родственники бойцов батальона территориальной защиты Харьков весь сегодняшний день пикетировали здание областной государственной администрации. Почему должны быть наши дети вообще пушечным мясом? Мужа Юлии, как и других харьковских бойцов внутренних войск, отправили в Луганскую область для участия в карательной операции. При этом военным не только не выдали бронежилеты и каски, но заставили полностью спороть с формы знаки принадлежности к вооруженным силам Украины. Фактически из регулярного подразделения милиции сформировали безымянный карательный отряд. Это не часть даже. Это находится на территории какого-то завода. Молокозавода или то консервный завод. Им приказали снять все нашивки и все опознавательные знаки с формы. Особый цинизм ситуации в том, что украинские власти открыто пользуются методами, многократно примененными зондеркомандами СС в Восточной Европе. Проводить карательные операции отрядами сформированными на оккупированных территориях. Тем временем ставленники киевских властей говорят об отеческой заботе о харьковских солдатах. Он укомплектован соответствующим оружием, боеприпасами, специальной автомобильной техникой. Бронежилеты не предусмотрены в штатном расписании. Но, тем не менее, руководство Харьковской областной администрации принимает все меры. Матери и жены, оказавшихся в заложниках харьковских солдат, подписали письма в адрес губернатора и прокурора области. Но в то, что их крик отчаяния власти услышат, они уже почти не верят. Дмитрий Каэстро, Сергей Самоха, Вести.